Здравствуйте! В этом номере читайте большое интервью с Ларисой Васильевой, автором легендарной литературной серии «Кремлевские жены». Она выпустила книгу, которая называется «Евдокия Московская», о жене Дмитрия Донского. О Евдокии известно мало, и это достаточно несправедливо, поскольку она сделала очень много хорошего для княжества Московского. В частности, открыла церковь Рождества Богородицы на территории Кремля. Также в этом номере читайте большой материал, посвященный самому крупному коллективу Центрального дома детей и железнодорожников. Ансамблю Семена Дунаевского исполнилось 75 лет. По этому случаю устроили концерт и вечер встречи выпускников. Также на этой полосе читайте текст о выставке, которая называется «За ширмами». Она проходит в музее Пушкина. В экспозиции представлено девять мини-интерьеров, каждый из которых представляет собой комнату того или иного литературного персонажа. Так что можно запросто заглянуть в гости книжным героям. Ну и кроме того, вы прочтете большой репортаж со съемочной площадки новой картины Андрея Прошкина. Он задумал снимать фильм под названием «Чарли». Чарли Чаплиным прозвали учителя химии, которого играет актер Виталий Хаев. Отраслевые учебные заведения выделили несколько основных проблем, с которыми им пришлось столкнуться в связи с реформированием. В частности, отраслевые вузы не всегда успевают отслеживать процесс реформирования. И заключив сначала договор с одной структурой, например, на практику студентов, спустя время приходится переделывать этот договор уже на другую структуру, чтобы все-таки отправить студентов на практику. Также возникают сложности с учебными программами, потому что студенты не могут пройти на производственной практике все то, что им рассказывают в теории вузе. Иногда проблемы касаются финансов. В частности, железнодорожные предприятия не всегда готовы платить студенту деньги за практику. И тогда вузу приходится перераспределять студента в другое место, пусть даже это не железнодорожное предприятие. Также возникает проблема с прохождением медицинского осмотра. В частности, потому что студенту, чтобы устроиться на практику на предприятии, относящиеся к железной дороге, ему обязательно надо пройти медосмотр. Но студенту не целевику приходится проходить его за собственные деньги, потому что ни вуз, ни предприятие не готовы за него платить. Именно поэтому некоторые студенты отказываются от такой практики. Но отраслевые вузы уверены, такие проблемы будут недолго. Скоро структура выстроится, и все заработает удачно, успешно, и студенты смогут спокойно проходить производственную преддипломную практику, а потом трудоустраиваются в железнодорожные предприятия. Эксперты также уверены, что студентам необходима практика на предприятиях железнодорожного транспорта. И у них есть уникальная возможность это сделать, просто потому что у компании РЖД очень хорошая связь с производством. Это достаточно уникальный случай для российских предприятий. Завершившаяся неделя стала богатой на спортивные события, связанные с хоккеем. Так завершился розыгрыш Кубка Гагарина, обладателем которого второй год стала Московская Динамо. После этой серии, после финальной серии, тут же лидер трактора, который играл в финале, Валерий Нечушкин, отправился в Сочи в состав юниорской сборной России по хоккею, которая на Олимпийской арене принимает участие в чемпионате мира. Ну и, конечно же, мы не обошли своим вниманием недавний успех женской сборной России на чемпионате мира по хоккею, где наши девушки после 12-летнего перерыва выиграли медаль. В матче за третье место женская сборная России обыграла одного из самых принципиальных своих соперников в сборной Финляндии со счетом 2-0 и завоевала третье место. И вот голкипер этой команды, Надежда Александрова, признанная лучшим вратарем турнира, в интервью нашей газете рассказала о том, как проходил этот турнир, с каким настроем девушки выходили на матч за третье место, ну и о дальнейших своих планах, а также о перспективах сборной России через год на Олимпиаде в Сочи. Но подробнее о чемпионате мира по хоккею среди женщин, о финале Кубка Гагарина и о том, как выступает наша юниорская сборная на чемпионате мира в Сочи, вы сможете прочитать на страницах нашей газеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова